Всем привет, с вами Максон и это прохождение игры Detroit Become the Human. Наконец-то я дождался этой игры, потому что я когда увидел, что это будет еще в далеких каких-то предыдущих месяцах, если не год назад на E3, не помню, когда первый раз видел презентацию этой игры. В общем, я сразу полюбил ее и сразу понял, что я ее куплю, но, к сожалению, я ее сам купить не смог. И гигантское опять спасибо Максу Труфанову, который предоставил мне эту игру. Просто мега-мега респект и вообще капец уважуха. Так что, когда я уйду в армию, смотрите его стримы. В общем, Heavy Rain. Все знают, кто смотрит меня давно. Heavy Rain моя самая любимая игра. Heavy Rain, The Last of Us, вот что-то типа того. Игры, где есть выбор. Ну, Heavy Rain в частности. Также игра за гранью, которая, да, две души, Beyond Two Souls. Ну, она чуть хуже была. Ну, как, намного, наверное, для меня хуже Heavy Rain. Но Heavy Rain просто в сердце в моем навсегда. И это одна из самых первых меня дико впечатляющих игр на PlayStation 3. Да и вообще, наверное, всех игр. Я помню, как я летом играл в дождливое лето, играл в Heavy Rain, как раз соответствуя той атмосфере. Но и сейчас на улице идет дождь, и поэтому давайте без лишнего балабольства поехали. Игра, где будет мега-выбор, где концовка зависит от моих выборов, как бы это автологично не звучало. То есть, я строю сам всю игру. Да, у меня все настроено. Тут женщина-гид со мной разговаривает. Она мне говорит, как настроить все это дело и так далее. Так, отчетливо видно, едва видно. Но мне тут надо всегда... Я всегда прибавляю. О, а ту штуку я вообще не должен видеть, да? Ну, всегда я здесь включаю Бэтбоя, и вот штука, которая написана не видно, я ее немножечко вижу. Все нормально. Сохранить изменения, да. Спасибо. Теперь выберите профиль. Профиль... Ага, уровень сложности. Хочу полного погружения, мне нужно продвинутое управление и достойное испытание. Пусть мои ошибки могут стоить жизни персонажам. Это круто. Продвинутое и упрощенное. Нет, конечно, давайте с продвинутой. Что, я лох, что ли? Все, принимаем. Если вы видите этот знак, не отключайте систему. Угу. Вы готовы шагнуть в Детройт. Помните, это не какая-то выдумка. Это наше будущее. Это наше будущее. Пикам Дэхьюман. Сюжет я не буду рассказывать. Кто не шарит, все вместе будем узнавать. Но, скажем так, есть андроиды. Роботизированные люди. Точнее, люди-роботы. В общем, вы поняли. Скажу сразу, что в игры я погружаюсь полностью. Как и в песни, фильмы и так далее. То есть, мои эмоции будут настоящими. И если я буду где-то плакать, значит, на меня повлияла эта игра. Ну что ж, поехали. Пока сейчас будет обучалка. Могу ли я тут что-то делать? Какой-то переговорщик прибыл. Пока делать ничего не могу. О! Вау, полегче. Как много всего. Семья Филлипсов, я так понимаю. Ну, муж, жена и дочь. Хорошо. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы, что вы делаете? Это, это же не настоящий человек. Угу. Блин, мне уже нравится. Список задач разыскать капитана Аллена. Ну, вон он, видимо. Давайте я похожу, я люблю поговорить. Ладно. Понял. Я думал, может, я узнаю какие-то детали, которые мне помогут в чем-то дальше. Капитан Аллен. Мое имя Конно. Андроид прислали из Киберлайн. Но он валил по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпер его сняли, но он же стоит на краю. Если упадет, то не объясни. У этой машины ранее уже случались сбои? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Вам известно имя? Слушай. Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой сраной машиной, либо разберусь я. Вау. Так же, что это за секунды? Подождите, не люблю, когда меня торопят разобраться в происшедшем, спасти заложницу любой ценой. Я понял. То есть там, короче, какая-то, видимо, машина, той же Android, угрожает девочке. Ну, если помните старого, то на крыше. Что я могу сейчас делать? Куда мне? Разобраться в произошедшем. 48% вероятности успеха. Это не очень много, на самом деле. Это меньше половины. Так, опа. Что-то тут лежит. Изучить. Да, как в Heavy Rain. Изучаем улики. Где, где, где? Что я должен найти? Ну, пистолет забрал. Пистолет забрал. Анализ. Что, анализ? Ну, анализ. Black Hawk. Емкость магазин 17 патронов. Понял. 17 патронов. Что еще я могу здесь проанализировать? Вот эту коробочку, наверное, да? Да. С патронами. Реконструировать. Что значит реконструировать? Подождите, что-то сложно пока для меня. Используйте данные реконструкции. Так. Что-то здесь интересное. Пистолет. Взял пистолет отца семьи. Так. Все, это я завершил, получается, да? Выводы. Вероятность успеха... Сколько? 50%. На 2% всего лишь выросло. Блин, интересно, сука. Простите. Но, реально. Смотреть комнату заложницы. О, как много всего, господи. Ну, мне это нравится. Но у нас время идет, по-моему, да? Музычка еще классная такая. Так, надо изучить. Отца убили. Пулевое ранение. Перфорация левой почки. Фатальная травма брюшной полости. Первая улика. Еще, еще, еще. Кровозлияние в нижнюю долю легкого. Ну, это все, походу, беда. Что еще я могу тут найти? Глаз. А, погибший Джон Филлипс. Понятно. Время смерти. Что еще я могу здесь увидеть? Что-то на лице, наверное, да? Так, это я уже чекнул. Что еще, что еще? Вот еще ранение. Кровозлияние в нижнюю долю легкого реконструировать. Интересно, кстати, сделано. Так, восстанавливаем события. Смотрим. Отец держал что-то в руках. Бах-бах-бах-бах. Бах-бах-тарабах. Так, мне нужно посмотреть теперь. А как мне вторую посмотреть? Так, тут не все события. А, я должен найти. Я должен, видимо, найти, что он держал в руках. Скорее всего, так. Наверное. Это интересно. Какая-то фигурка, скорее всего, ее? Нет? Нет. Так, что-то тут еще. Вот же лежит планшетку. Это нет, нельзя. Вот еще детали. Подожди, чувак. Я еще не это. Я, конечно, могу протормозить, походу. И там он реально скинется. А что он посмотрел-то? Ладно. Что отец держал в руках? Мне вот что интересно. Каждая секунда на счету 48%. Ээээ, блин. Фак. Ладно, смотрим еще. Первым прибыл. Смотрим пулевое ранение. Сколько? Уже три получается. Четыре? Ээээ, четыре. Опа. Один выстрел. Он сделал. Капец, как это можно определить? Гребаные роботы. Погибший Энтони Декарт. Ну-ка, смотрим. Так. Я не знаю, зачем я записываю. Все, ну, четыре. Окей. Смотрим. А, я еще могу вот так делать. Опа. Вон оно как. Полицейский выстрелил в Девианта. Здесь у нас что? Еще вот. Заложница стала свидетелем перестрелки. И пистолет улетел. Оружие найдено. Так, ну что? Ой, прям хедшот. Ну, он первый ворвался и, короче, такой, лежать всем на пол! Бам-бам! Короче, и пистолет улетел. Капец. Вот это тут мясо происходило. Пистолет. Мы можем взять этот пистолет, по сути. Я понял. Тут, типа, чем быстрее мы это делаем, все, тем круче. Типа, быстро находим улики, быстро делаем выводы. Берем сейчас себе пистолет, идем туда, видимо, с ним. Скорее всего. Я его беру. Опа, никто, сука, не видел. Так, так, вы сбокируете диалог. Действия это не... О-о-о! Ёп! Охренеть! Он так спокойно ходит. Так, еще два выстрела, по-моему, было. Это уже шесть. Я просто к чему, что там 17 патронов. Так, изучаем. Я просто что-то тут упустил. Я реконструкцию упустил. С ножом. Вот. Все. Теперь завершена, точно. Вот же ж. Ну, он держал, что? 59% вероятность успеха. Отлично. Открыть. О, сенсорная панелька, круто. Девиан собирается замен... Ага. Того чувака собирались заменить, и он схватил заложницу. Блин! Диалог или действие. 66% вероятность успеха. Ну, до сотки, я думаю, это будет нереально сложно. Что такое? L1. Что тут нам нужно осмотреть? Я не понимаю. Что нам даст этот Будда? Непонятно. Разобраться, осмотреть комнату заложницы, спасти заложницу. Так. Сапог. Осмотр. Детские размеры обуви. Ну, зачем мне это? Зачем? Заложница может быть ранена. А, вот, круто. Но надо быстрее, быстрее, быстрее все собирать. Этого мы посмотрели. Что еще мы можем посмотреть? Вот еще кровь. Изучаем. Быстро, быстро, быстро все надо делать. Он пробует кровь. Кровь, кстати, этого чувака. Робота этого. Голубая кровь, да. Модель. Андроид ранен. Модель 9. Ну, мне это ни о чем не скажет. Но, я так понимаю, судя по цифрам на моей курточке, у меня более современно. 71% вероятность успеха. Я так понимаю, что он должен быть 100%. И тогда будет все просто в ажуре. Но надо поторопиться. Что у нас тут? Кастрюлька? Подожди. Семья собиралась поужинать. Где жена-то? И что? И все. Вот еще что-то лежит. Я такой спокойно хожу. Там, короче, выстрелы происходят. Что это такое? Журнал. И что? Что еще можно чекнуть? Разобраться в происшедшем. С кем-то я должен поговорить. А с кем? А, видимо, вот. Нет? Осмотреть. Ага, вон как. Понял. Плохо дело, плохо дело. Спасти. Ну, все. Собственно, у меня есть какие-то закрытые еще дела. Видели? Еще есть какие-то закрытые дела. Осмотреть комнату заложницы. Вот. Что я не сделал. Но я хотел. Меня туда не пустили с самого начала. Потому что я должен был поговорить, видимо. Круто. Здесь какой-то экшен происходит еще. Люди бегают. Еще кричат что-то. Так. Сейчас посмотрим. Быстро, быстро, быстро. Нам нужно все делать быстро. Наушники, музыка. Что она любит? Не слышал выстрелов. А, ребенок не слышал выстрелов. Ну, да. Что она слушает? У меня сразу первое. Здесь что? Планшет. Может, она тоже выбирала андроида? А. Даниэль. То есть, они, в принципе, были близки. Я забыл. Еще два. Это, получается, сколько уже? Я иду говорить. Все. Я думаю, пора. Выйти на улицу. Настал момент истины, ребята. Еще один. Это уже девять. Даниэль. Подходи, и не то, я прыгну. Нет, не надо. Я тебя умоляю. Давай, давай, давай. Капец. Даниэль. Откуда? Мое имя Коннор. Ты знаешь мое имя. Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Ээээ. Эээ. Я подхожу, подхожу. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Ты врешь. У тебя пистолет. Я говорю тебе правду, Даниэль. Я без оружия. Мы были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. Она говорила, что любит. А сама врала. Она такая ты, как все люди. Тихо, 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 тихо. Спокуха. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушкой. Нет, чувак. У меня прям сердце... Я не знаю, под контролем или нет, но думаю, что это лучше. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Давай, сто. Сто. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Да ну нахер. Попробуем. Ёпта. Да нет. Да я не знаю. Девку лови. Девку. Девочка жива. Я считаю, что это было главное. Огонь еще просто. Офигенно. Схема сцены. Здесь вы можете посмотреть выбранные вами пути, открытые возможности и доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе дополнительно. В силу специфики. Круто. Призы летят. В силу специфики игры не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. Вау. Просто бомба. Я почему-то сначала испугался стрелять, потому что я думал, что он может все-таки, когда я в него выстрелю... Какая ошибка? Ладно, не знаю. Когда я в него выстрелил, я подумал, что он может все-таки так же упасть с девочкой, что все равно бы я издалека сразу в него стрельнул, да? Но, видимо, то, что я его заговорил, он немножко от легки, уже начал доверяться. И вот, судя по всему, так это произошло. Но я немножко испугался, конечно, выбора таких действий. И я вас сразу предупреждал, что я сильно вживаюсь в такие игры. И даже когда я играл в Heavy Rain, я был полностью на стороне отца. Ну, Heavy Rain я бы, кстати, тоже записал на прохождение. Я играл в нее три раза, но ни разу не записывал. Один раз на стриме играл давно еще очень. Фух. Вот смотрите, сколько здесь было ходов. Отозвать вертолет или, видимо, оставить его. Потом дружеский подход, явно противоположное. Обратное. Про пистолет хорошо, что я соврал. Там, кстати, было пригрозить пистолетом. Если бы я пригрозил, мне кажется, это было бы просто в убыток мне. Ведь я ему сказал, что у меня нет пистолета. Он бы мне перестал верить тогда. И поэтому выстрел был единственным случаем. Я не знаю, я мыслю просто вслух. Как-то так. Ну-ка, мировая статистика. Ага, солгать про пистолет. Многие говорили правду. Ха, достать пистолет, приблизиться. То есть я, в принципе... А вот смотрите, если не приближаться издалека, как-то вот сколько путей всяких. Прям капец. Вон еще сколько всего. Конор застрелил Девианта. А там еще можно... Там, по-моему, есть что-то... Что-то типа снайперы стреляют, если я не ошибаюсь. Что-то там вертолет как-то помешает. В общем, жесть. Что такое? Отобразить легенду. А, смерть, провал. Ну, у нас вроде все получилось нормально. Я считаю, что пожертвовав этим андроидом, мы ничего не потеряли. Конечно, я и в него немножко вжился. Типа ему обидно, наверное. Ну ладно, продолжаем. 2038 год. Киберлайф инкомпорейтит. Или что это? Ну, в общем, мы запомнили с вами героя первого Конор, который, видимо, на такие дела ходит. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйство. Ну, Зоя, пойдем. И помогаем с домашними заданиями с первого класса до университета. А я тоже типа робот сейчас? Сейчас на эту модель действует особое предложение. 7999 долларов плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на любую работу по домам. Следит за садом, водопроводом, чинит краску. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Ну, а вот так о чем? Это MP800, чуть подороже, но их функции, конечно, гораздо больше. Блин, я же сам что-то это слушаю, их. А я меня купю... Ну, конечно, запили бы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургон взбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькое, но пришлось систему сбросить. Да ладно. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АX400, запиши свое имя. Кэра. Кэра? А, это... Моя имя Кэра. 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 Хорошо, Кэра. Я почему-то, знаете, что сказал, когда да ладно? Я подумал... Квантик Дрим, еее. Я почему-то... О, красиво. Господи, это реалистичность. Музыка. Ммм, обожаю эти игры. У меня мурашки пошли. Ну, нахер. Я чё, когда удивился, я подумал, что это может быть тот робот. Он сказал, машина сбила. Может, он собрал этого, которого мы только что убили. И, типа, у него потом вернется как-нибудь память. И, в общем, нет. Слишком я сложно придумал. Вот такой вот мир 2038 год. Но эти штуки с хот-догами еще стоят. Хе-хе. Прикольно. Музычку мне, наверное, придется убавить из авторских прав и прочего. Но... Сорян за это. Просто не люблю, когда привязываются. Красиво, красиво. Мир андроидов. Многие люди этого боятся. Что роботы захватят планету там и так далее. Но, мне кажется, здесь, учитывая название игры, да, Detroit Become the Human. То есть, стать человеком. Возможно, в каких-то ситуациях эти самые роботы будут вести себя человечней. Здесь, в игре. Ну, мне так кажется. Я еще не знаю вообще ничего. Я видел только эту сцену с крышей. И то не полное прохождение. Примерно варианты какие-то. Ну, в каком-то трейлере. Вот и все. Так что, вот. Опять этот идущий дождик. Ой, какие кадры. Мне напоминает просто про Heavy Rain. Heavy Rain, Heavy Rain. Когда я играю в эту игру, естественно. Я буду очень много, наверное, сравнивать. Но сравнивать нет смысла. Блин, как будто фильм смотрю. Вообще жесть. Настолько все круто сделано. В общем, это у нас Кэра. Новый андроид. Ну, говорят, эта игра намного круче Heavy Rain. И собрала в себя и Beyond Two Souls. И какие-то части... Как его... Until Dawn и так далее. Так, это что? Еще какой-то андроид? Третий. Скорее всего. Ну, как мне говорили, за трех персонажей тут будем играть. Ну, может быть, я не прав, конечно. Так. А это кто? Добраться до магазина. Ну, видимо... Третий герой. Не знаю. Спасибо, милая. Статьи можно... О, как. Нифига. Климатические переселения. Ну, можно, конечно, почитать, но... Не будем. Так, подождите. Назад. Вот, интересно, а будут такие же потом страницы у нас? В принципе, все возможно. Ну, я не буду, наверное, читать. Ну, ладно. Понятно. Ну, это прикольно. Ой, они уже ушли. Прикольно, что мы можем позаимодействовать. Ну-ка. А, нет. Туда я зайти не могу. Ну, ладно. Не страшно. Так, нам нужно в какой-то магазин краски. Ой, могу поговорить с ним? Привет. Я не могу. Ну, вот. А сюда могу? О, могу сюда. Короче, краски только нам надо найти. А, когда я так нажимаю, значит, все останавливается. Понял. Куда ты, чувак? Ага. Прикольно, прикольно. Здравствуйте. Тетя. Мастиковые болваны. А потом будет кожаные ублюдки, типа, да, вот они нам будут так говорить. Эй, кожаный ублюдок, подай мне воды. Добраться до магазина. Ну, все, ладно, не будем на лишнее. Опа, нельзя идти. Стою, стою. Еще и дождаться зеленого надо. А что, так бы меня менты присынули? Не, кстати, интересно, если бы это было так. А что это такое? Don't walk. А я думал, здесь такая кнопочка, типа, когда нажимаешь и готов идти. Ну, ладно, видимо, нет. Машины-то какие. Одинаковые все. Почти. Эй, кожаные ублюдки. Ну, ладно. Ну, что, мы еще можем идти, нет? Зеленый. Идем. Так, где там краска? Нажмите R2, чтобы задействовать навигатор. А, ну это я уже понял. Все, магазин краски нашел. А видите, у нас там еще дополнительные задачи. Я поэтому похожу немного погуляю. Я просто люблю так вот, как-то более разнообразно. А, там забастовка какая-то. Блин, а мне туда нельзя. Мне надо сразу к краскам идти. Быть может, потом я могу дойти до других мест. Так. Почти пришел. Сюда, что ли? Сейл распродажа. По 700, какой-то там магазин. Нет, краски не здесь. Вот. Вот здесь. Пейнтс, пейнтс. Да, нам сюда. Выбрать. А, вон оно как открывается. По мере прохождения. То есть я туда не мог прийти. Хорошо. Здравствуйте. Мне нужна краска. Нифига себе. Заказ номер 847. С вас 63 доллара. Подтвердите платеж. Все так неестественно, блин. Фу. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Все какие-то... Как в России. Так, вернуться домой на автобусе. Ну ладно. Интересно, а можно в эту игру играть с этим... С джойстиком с этим? О, круто. Так, а на автобусе-то нам в какую сторону? А, там же остановка была, да. Хорошо. Видимо, никаких дополнительных штук тут не будет. Чисто вот то, что надо выполнить, то и надо. Что тут за фильмы? Какие-то монстрики. Я думаю, вдруг какие-нибудь отсылки там или еще что-то будет. Это остановка? А нет, нам дальше. Я хочу дойти туда, где там забастовка какая-то. Да, кстати, я могу к ним прийти. Опа. Интересно, я мог обойти это место? Но, скорее всего, нет. Засранцы. Кожаные ублюдки. Блин, ну я не хочу их бить тоже. Остальные роботы... Вот так вот. А, ну я все равно должен был пройти мимо них. Так что, это нормально. Подождите меня! Меня подождите! Уехал мой автобус. А как его зовут-то хоть? Ну ладно. А это чисто для андроидов, что ли, автобус? А, нет. Вон как. Отделение такое получается. Ну это нам чисто вот сценку такую показали просто, видимо. А, ого! Так здесь тоже капец, сколько вариантов. Я в итоге все равно сажусь в автобус. Ну просто посмотрите. Зайти... То есть я пошел по прямому пути чисто. Зашел в магазин, забрал заказ. Так я же ходил в разные места. Я просто реально думал, что я что-то это... Ну, видимо, я еще где-то мог сделать. Вот, допустим. Видите? Здесь отдельная веточка. Прочитать станцию, да? Тайны андроидов. Это просто на газетке лежало. Плюс вот это тоже, скорее всего, где-то возле фонтана там или еще что-то было. А я пошел прямо и вот все. Только вот к протестующим все-таки я пришел. Видимо, можно было не идти. И тут еще вариативность. Вот мне что-то нравится, что тут вот есть другие последствия. То есть, да. Ну, ладно. Видимо, я просто скучно прошел. Хотя хотел посмотреть все. Ну ладно, хорошо. В любом случае, я бы сел в автобус. Сколько мы там уже записываем? 37 минут. Ну, я думаю, как раз... Как раз на этом можно будет закончить. Я могу играть по часу серии. Если вам будет удобно. Но пускай первая будет такая у вас вводящая в курс дела. А дальше мы можем записывать подольше серии. В любом случае, это будет смотреться... Ну, не знаю, как смотреться, но играется. Это точно на одном дыхании. Я готов весь день сегодня играть в нее. Но смотреть все равно тяжелее. И как-то нужно разделять. Ну, по часу. Я думаю, я буду по часику записывать серии. Но первая пускай будет вот... Сколько тут? 37 минут. В жопу. Давайте еще эту сыграем. Не буду вас... Вот за эту девочку еще сыграем. Потому что мы как-то упустили, можно сказать, этот момент. Думаю, будет недолго. Даже если серия получится час, то это нормально. Посмотрим. Кэра ее зовут. Конор. Кэра. И третий. Пока я не знаю как. Ну, судя по их дому и по одежде мужика, не очень-то богатая семья. Ну, мне так кажется. Я не знаю, как на деле. Видимо, она у них уже была, эта девочка, да? И раз она сломалась, теперь она восстановилась. Тут что, стройка какая-то идет. Иду, иду. Ну, домик такой, да. Классно, конечно. Мне бы и такого хватило. Тебя не было две недели, так что в доме срач. О. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтобы ее куда опять подевалась мерзанка. Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тут. Начинай тут, потом второй этаж. Пылесос такой, типа местный. И я сейчас буду убираться, да? Я остался с вами, чтобы убираться. Ну, ладно. Нормально, держи все два, чтобы выполнить сканирование. Ух. Хорошо, без Б. Начнем с этого места. Начнем со стола. Главное не уронить ничего, а то покажись рукожопным, рукожопным андроидом и все. Ну, на телефон-то уж он сам, наверное, ответит. Так, где у них тут кухня? Где посудомоечная машина? Во! Ой-ой-ой! Поставить. Ну, да, я достал. Осуществует деталь, доступно 154 предложения. Надо будет купить, что ли? Да. Да, это будет. Что мне надо делать? Поворачивать джойстик. Хорошо. Сейчас бы в игре посуду мыть. Хорошо. Моем. Девочка все палит нас. Хватит палить нас. Алиса. Я женщина, а не домохозяйка. Карра. Там вообще Карра написано же, а не Кэра. Видимо, перевод просто такой. Жирафик. Кэра! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушались. Да что? Да как разряжен? Подождите. Теперь не разряжен. Так, пивасика надо привести. Принести чувачку. Тоду. Открываем, забираем. Хоккей смотрит. Мужчина. Держи, Тод. У-у-у, хоккей. Так, ладно. Нам нужно убирать дальше. Что там на столе еще есть? Да, на столе еще не все. Я думаю, мусора будет очень много. Ну, в смысле, не мусора, а дел. Читать. Бейсбол. Бейсбол. Андроиды сила. Не пора ли запретить? Ну, я это все не буду читать. Я думаю, вам тоже не сильно интересно. Но если что, я думаю, можете на паузу поставить и прочитать. Может, это нам просто тоже зачтется, как за выполнение какого-то задания. Так. Что делает она? Я с ней... Ну, пока не буду говорить. Включить пылесос. Хорошо. Это что там в углу лежит? А если я встану перед телеком, он что-нибудь мне скажет? Да хватит уже тут маячить! Простите этого. Больше не повторится. О-о-о-о! Да ладно! Ха-ха! Круто! Это именно я и хотел узнать. Это мне нравится. Это круто. Это шикарно, я бы сказал, даже убраться. Это в смысле мне убраться? Ну, блин. Так. Собрать мусор в корзину. Ну так бери. А, взять корзину и ходить собирать. Ладно. Надо вон тот еще выбросить. Собрать мусор. Так. Так. О, видели? У него кара написано. Кэра. Ну, типа... Ну, ладно. Протереть стойку. Ну, нам нужно еще... Откуда надо собрать? Журнальный столик. Браться на кухне. Журнальный столик. Ну, это где чувак сидит, скорее всего. Вот, еще мусор. Теперь здесь. Не маячь, не маячь. Еще на орет ща. Пицца, пиво, пицца, пиво. Девочка вообще... Внимание не... Получает. Вынести мусор. Сейчас по-любому дверь откроем и девочка сбежит. Мне почему-то так кажется. Я не знаю почему. Что это такое? Короче, неуплаченные кредиты. Видимо, неуплаченные. Да нет, девочка не сбежит. Короче, живет в бедности, но машину восстановил, купил. Не знаю как. Жену заменяет, скорее всего. Скорее всего, у нее нет матери, у девочки. Вынесли мусор. Что я еще могу сделать? Там, кстати, убрать задний двор, по-моему, было написано. Я могу здесь пройти? Какой-то автобус приехал. Кто там выйдет? Никто. Просто сел чувак. А, нет. Не могу на задний двор. Видимо, через внутренний этот я должен пройти. А я мог убежать? Интересно, я мог уехать на автобусе? Ну, чисто мне интересно. Ну, вряд ли, наверное. Это было бы уж... Ты че, чувак? Девочка прячется, вон у нее все печально. Я с ней не могу поговорить. Поговорить с Тодом. А, это основные поручения. Хорошо. Закончить дела на первом этаже. А, подожди, я еще... Что я еще должен? Включить пылесос, смотреть задний двор. Угу. Хорошо. Пылесос вон там, я так понимаю. Он еще и дует? Дурак. Прибраться. На пылесос. Во. Че, я ему мешать буду сейчас звуками? Нет? Смотреть задний двор, поговорить с Тодом. Девочка вон с пылесосом играет, ей совсем скучно. Капец, вот он лох. Девочки своей не дают... А почему у меня до сих пор тот журнал горит? Я что-то там прочитать должен или что? Ладно. Ты че орешь? У него номера прицеплены. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делаю свое дело, но не моя теперь носа. Лох. Запрещено. Тот смотрит телевизор. Ну, это я уж понял. На заднем дворе же надо прибраться еще. Я могу выйти? Че, я не могу выйти? Убраться в ванной. А, ну я... Блин. Ладно, надо было сначала выйти, там сделать все, а потом... Ну вот опять я поторопился с выбором. А, или здесь я могу выйти? Нет, нет, не могу. Скорее всего, ачивку-то я не получу, потому что я не до конца все сделал. Могу ли я поговорить с девчонкой? С девчонкой. О! Нейтральная Алиса. Ну, это понятно. Это прям понятно, почему. Браться наверху. Ну, давайте с журналом я все-таки добью. Что тут надо мне еще? Да нет, я все прочитал. Ну, видимо, просто лежит, если что, можно еще читать и не раз. Пошли наверх. Так, что там убраться в ванной? Убраться в комнате Тодда, убраться в комнате Алисы. А где здесь ванна? Думаю, вот это. Да. Нет, это комната Алисы. Заправить кровать, проветрить комнату. Не знаю, мне нравятся такие игрухи. Пусть это кому-то стрелять, там экшен нужно. Мне вот такие вот, мне нравятся. Убираться в комнатах. Так, Л2. Крють! Протереть подоконник? Что? А, диалог нередко бывает полезно. Интересно. Так, я убрался. Теперь мы можем посмотреть, что-то здесь вот. Закрыто. Ванная. Расставить бутылочки, сложить грязные вещи. Ну и срачельник же у вас тут, ребята. Что там еще? Вымыть пол? Или... Вымыть пол. Сейчас будем полы мыть. Моем, моем. Чисто-чисто. Труба чиста. Дэйв Батиста. Такс. Все отлично. Идеально. Теперь, чего там у нас? Доп-задание в ванной убрали. Теперь в комнате Тодда. Нет, это комната Алисы. А то... Комната Тодда... Здесь. Нет? Прямо, что ли? Да. Комната Тодда. Заправить кровать, убраться в комнате, проветрить комнату. Включим телек. Силой мысли просто. Нет, новости спорта не... О! Ну ладно. Мультик какой-то. Хоккей. Новости. А, что выключилось-то? Ну пофиг, ладно. Может быть мы какую-то информацию могли узнать из телека. Комиксы, чипсы, бухло. Это что, моя будущая жизнь? Ладно, шучу. Не буду я таким. Я сейчас так живу. Ладно, шучу опять. Не надо так думать. Ну, частично. Комиксы. Чипсы. Иногда бухло. Ой, девочка ходит. А что читают? Так, 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 так. Ладно, не увидел я. Что там? Проветрить комнату. Какие чистые окна, господи. Опа! Странно выглядит. Но я дергал джойстик вверх. Убраться в комнате. О, даже здесь у них эти долги вон всякие. Что-то выпало. Что выпало? Так. Что она там увидела? Что за напряг? Что там было? Почему нам не показали? Ну, окей. А я могу музычку включить? Да блин, опять AllSports. Я не хочу читать. Прибраться. Все, что ли? Вау, гитара. Нет, еще не все. Видите, еще есть какие-то детали, которые можно убрать, поставить. Не знаю. Несмотря на то, что есть галочка. Почему у него режиссерское кресло? Таблетосы какие-то. Опа! Антидепрессант содержит. Ой, ой, ешки. Пистолет. Что-то еще раз блокировалось. Диалог. Интересно, кстати. Блин, а мне нравится. Вот даже такая мелочная вариативность. Это всегда круто. Ну что, я еще могу сделать что-то? Нет? Вроде бы нет. Там девочка вернулась на свое место. А вот здесь нельзя прибрать? Капец. Он опять там засрал толчок. Хотя бы нам это не показали. Спасибо за уважение к игроку. Что еще? Поговорить с Алисой. Да. И это то, что мне хочется сделать с самого начала, как я зашел в эту комнату. В этот дом. Бедняжка. Я тебя не обижу. Алиса в стране чудес, она читает. Алиса в стране чудес. Конечно. Близость. Yes. Хорошо. А что я у нее хотел спросить насчет окна? О, она перешагнула книгу. Поговорить с Алисой. Но больше... О! Что-то еще наверху. Это нам нужно еще для сближения наверняка. Что она еще читает? Вижу, ты любишь читать. Так, рисует еще на обоих. Нормально. Носорожки. Вот еще рисунки. Но на них мы не можем смотреть. Ну, давайте поговорим с Алисой. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивая. А почему такое? Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. Ну, про маму как-то... Блин. А где твоя мама? Когда она придет? О, да. Я зря, 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 зря спросил. Она ее считает, наверное, мамой. Ну, как? Не то, чтобы считает. Что она мне дала? Угу. Ну, скорее... Я как и предполагал. Скорее всего, мать у нее умерла. И, наверное... Вот они так и живут. Отец поехал, короче, и так далее. О, шкатулочка. Еще и музычка такая заиграла. Прикольно. Мне это нравится. Вот она сама убежала куда-то, правда. Вот это они, нифига себе. Рисуночки. А-а-а... Печальный рисунок. Это, скорее всего, она мать нарисовала. А может, ее отец и убил? Или что? А, он... Он к другой, видимо, ушел. К андроиду, судя по, синие штуки из руки. Или что? Пускай она сама сделает выводы. Да, я... Боюсь предположить что-то. Что у нас? Никаких целей не появилось. Получить новое указание Тодда. Где Алиса? Давайте найдем Алису. Помогите андроиду найти Алису. Ну, нам нужно так получить указание Тодда. Так, тут заперто. Здесь нет Алисы. Идем вниз. Во дворе мы так и не убрались, но ничего страшного. Интересно, у каждого своей истории я реально вживаюсь прям капец в людей. Я... Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь, все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи. Что я делаю? Прости, зайка. Прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. А может, этот андроид и была... Была Кэра? Или что? Ну, это, блин, подожди, я не это... Смотрите. Кэра видит пистолет, но как бы мы его не забрали и ничего не сделали. То есть мы могли его, видимо, опять вытащить этот ящичек и взять пистолет. Потому что желтенький горит, но синеньким не выполнено. И плюс тут видит, как можно спуститься. А вот это зачем, я не знаю. И что-то я еще не сделал. А, ну на улице не прибрался. Если бы я сделал, наверное, все, возможно, мне бы дали еще какую-то ачивку. Ну, в общем, это понятно. Ну, я думаю, что на этом точно все. Мы вот теперь уже точно разобрались в каждом из героев. Кроме вот второго, я даже не знаю, как его зовут. Может, я упустил этот момент. Но в целом все просто шикарно. Все просто идеально. Это тот концепт игры, который я просто обожаю. Интерактивное кинцо, как многие говорят. Но мне это дико нравится. И я готов сейчас прям сесть и дальше записывать вторую часть. Сколько у меня тут камеры осталось? 39 минут. Это печально, но надо зарядить. И я сразу в бой. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Это была первая часть игры Detroit Become the Human. Detroit стать человеком. Всем пока. Увидимся в следующей части. Я хотел это записывать на момент, точнее, выкладывать на момент, когда я уйду в армию. Но я не могу дождаться. Я буду выкладывать это по мере записывания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok